Кировчане жалуются на несогласованность работ подрядчиков и ресурсников. Одни обновляют дворы в рамках программы формирования комфортной городской среды. Другие устраняют дефекты на теплотрассах. Жители дома на Воровского 129 в итоге остались и без горячей воды, и без нового асфальта. Все подробности у Зои Попцовой. Во дворе дома 129 по улице Воровского уже идеальный тротуар, выложенный из брусчатки. И подготовлены основания под асфальт, которая правда заканчивается посредине двора. Дальше идет котлован, в котором специалисты ресурсоснабжающей компании проводят ремонтные работы после гидравлических испытаний. Гидравлические испытания, когда проходят, может рвануть где угодно, приходит, заревизируйся. Но когда старая труба, так и не будет. Эти объяснения выслушивает Нина Морозова, председатель совета многоквартирного дома. Еще 22 мая здесь должен был появиться новый асфальт. Но работы по ремонту двора встали из-за прорыва магистрального трубопровода. Мы были вообще в шоке, просто без слов, потому что слишком много сил отдано для того, чтобы войти в комфортную городскую среду, для того, чтобы выиграть ее. Еще в прошлом году Нина Морозова общалась с ресурсниками, чтобы они заменили трубы. Потому что каждый год ремонтируют как новые, так и старые участки. Я не знаю, я не понимаю вообще систему у них, кто как логическую цепочку должен выстроить, если у нас дома заходят в комфортную городскую среду. Администрация города четко сама же говорила о том, чтобы ресурсники, если есть возможность, заменяли свои коммуникации. Глупо класть асфальт там, где старые коммуникации, заявляет руководитель пресс-службы теплоснабжающей компании Олег Прохоренко. И добавляет, что работы проводят в соответствии с планом, утвержденным администрацией города. Поймите, что КТК не определяет последовательность. То есть мы предложили план до 1953 года, где, в каких дворах мы будем менять. Город утвердил этот план, и мы можем действовать только по этому плану. Сейчас ресурсники уже закончили работы и засыпали все щебнем, вровень с прежним основанием. Но этот участок никто не уплотнил ни вибромашиной, ни катком, что было сделано до раскопок. А после укладки асфальта, опасаются жители, эта часть может провалиться, и на идеально ровном покрытии появится яма. Зоя Попцова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.